Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня расклад для Оксаны и мы будем рассматривать такую ситуацию. В вашей жизни долго не появлялся человек, но вот недавно буквально он появился и вел себя как будто бы, ну вот знаете, как человек прежний, как будто бы тот, кого вы давно знаете, несмотря на то, что последнее время, последние месяцы он был сам не свой. И вот наконец-таки он как будто бы вернулся к себе и стал тем, кого вы знали ранее. Что произошло? Почему он появился? Почему он не поздравил вас с днем рождения? Что сейчас происходит у него в семье? Буквально вскользь посмотрим, потому что одна тема, один расклад. В большом раскладе может рассматриваться не одна тема, в маленьком раскладе, естественно, рассматривается тема конкретная. Первое, что мы смотрим, это его мысли, его чувства к вам и его намерения, как он собирается продолжать отношения и намеревается ли он что-то предпринимать для отношений с вами. Почему он не поздравил вас с днем рождения? Какие к тому были причины? Или он просто забыл, например? Почему он все-таки появился сейчас? Чего он ждет от вас? Какой реакции? Какого поведения? Что у него сейчас происходит в семье? Насколько там все благополучно? Или все-таки есть определенные темные моменты, которые нельзя назвать, ну скажем так, счастливыми? Перспектива для вас в ближайшие 4 месяца с этим человеком в отношениях. И, конечно, что будет происходить в ближайшие 4 месяца? Результат. Насколько могут улучшиться отношения? Или они пойдут по какой-то другой линии? Конечно, бонусом вам мы смотрим совет карт. То есть, что вам сейчас делать для того, чтобы отношения действительно развивались, действительно были позитивными, хорошими и положительными? Первое, что мы смотрим, это, конечно, отношения мужчины, его мысли, его чувства, его намерения относительно вас. И, вы знаете, мы видим, что сейчас человек понимает, что на сегодняшний день в том, что происходит между вами, назрела ситуация завершения какого-то этапа. То есть, сейчас мы видим, что человек, по сути, понимает, что сейчас что-то заканчивается, сейчас что-то происходит в ваших отношениях. И карты говорят о том, что конец тяжелого периода может быть уже близко. И при этом мы видим, что у мужчины к вам действительно вдруг появилось какое-то, знаете, наивное, не то чтобы доверительное, но какое-то очень такое, знаете, теплое отношение, которое говорит о том, что человеку хочется душевности, человеку хочется, чтобы ему уделили внимание. Он думает о вас тоже, как о той девушке, которая на сегодняшний момент тоже уже пережила какие-то трудности, что вы сейчас готовы к завершению определенного этапа и, можно сказать, возобновлению, какому-то, знаете, такому посвежению в отношениях. Также мы видим здесь ситуацию, которую обдумывает, в принципе, человек относительно того, как он может общаться с вами, делая отсылку к своему ныне маленькому ребенку. То есть, говоря о том и размышляя о том, что вот сейчас уже закончен какой-то определенный период, связанный с этим ребенком, и на сегодняшний день вам теперь уже будет легче, естественно, строить общение. При этом мы пока что не видим, ну, скажем так, планов именно на то, чтобы сходиться, на то, чтобы как-то вот, да, начинать отношения серьезные, но мы здесь видим, что он понимает социальную подоплеку происходящего. Он понимает, кто замужем, кто женат. Он все это четко видит, но он также понимает, что для вас в том состоянии социальном, в котором вы находитесь, не все так гладко и хорошо, и он считает, что вам не хватает его, его общества и контакта с ним действительно. Если говорить о том, что на сердце, что у него в чувствах, у него есть к вам влечение, у него есть сексуальное желание, есть желание возобновить то, что было между вами. И сейчас будет неудивительно, если человек немножко придет в себя и захочет не просто разговаривать, не просто посидеть за чашечкой чая, но и возобновить сексуальное отношение. Но при этом для него это очень конфликтное решение, к которому на сегодняшний день он не пришел. Однако у него все-таки есть мечты о том, чтобы возвращать отношения с вами, отношения определенного характера. Намерение. Намерение восстанавливать отношения, намерение общаться, намерение общаться как минимум по-дружески, а как максимум в связи с тем, что происходит у него в ощущениях, впечатлениях. Естественно, и со временем приход к тому, что он может попытаться вернуть отношения именно сексуального характера. Но сейчас он не хочет торопиться, он хочет начать именно с отношений человеческих. И он хочет почувствовать то тепло, которое было между вами раньше. То есть на сегодняшний день человек, да, может действительно стараться появляться в вашей жизни чаще, но мы говорим именно о намерениях сего момента, который происходит сейчас, пока он пришел в определенное психологическое состояние. Возможно, даже вот в результате тех манипуляций, которые его несколько прочистили. Если говорить о том, что он хочет в принципе в отношениях с вами, он хочет, чтобы вы были в его жизни долго. Он хочет, чтобы вы не уходили из нее, и чтобы вы всегда находились душевно рядом с ним, для того, чтобы он знал, что всегда может как минимум позвонить вам. Почему он не поздравил с днем рождения вас? Ну, вот здесь ложится карта, потому что он уезжал, или потому что он занимался машиной. То есть вот здесь вот то, что касается дорог и средств передвижения. Он был занят другими делами. И плюс ко всему мы здесь видим, что в то время у него были, вот именно в то время, когда все это происходило, другие заботы личного характера и другие отношения. Возможно, это отношения с супругой в тот момент, которые несколько наладились. Это тоже может быть. Почему он появился сейчас? Потому что прочистился, потому что здесь все-таки ложится карта определенная, которая говорит о том, что магическое воздействие, это вот то, о чем вы говорили, сказать вам о косвенном магическом воздействии, если таковое будет, что с него были сняты определенные страхи. То есть определенные блоки были убраны, проявлена вами определенная инициатива, соответственно, он появился. Чего он ждет от вас? Он ждет от вас, что вы будете и далее, знаете, вот воплощением определенным женственности, определенного идеала, потому что человек по сути воспринимает вас как какой-то действительно идеал для себя. И ему бы очень хотелось, чтобы вы не менялись, чтобы вы оставались в данном смысле стабильной, чтобы вы оставались той, которую он знает и которую он любит, к которой у него теплое отношение. То есть для него очень важно, чтобы вы были стабильны, чтобы вы были, так вот скажем, основательны, чтобы вы боролись за отношения и за общение с ним. Потому что ваше невнятное поведение или ваше безинициативное поведение или отталкивание его с вашей стороны, если вы будете как-то выставлять границы определенные, это его будет отпугивать. Поэтому, конечно, он ждет, что вы будете приветливы к нему, что вы будете доброжелательны. Вы знаете, если вы будете общаться лично, и у вас будет возможность совместного приема пищи, ему было бы очень приятно, чтобы вы его кормили. То есть давали какую-то еду, приготовленную своими руками. Следующий вопрос, что у него в семье? Выделили этот момент. Но вы знаете, по всей видимости, то ли кто-то был в отъезде, то ли кто-то уехал сейчас. Потому что на сегодняшний день там происходят определенные движения. И здесь мы можем говорить о том, что каждый играет свою роль. Есть определенное затишье, когда каждый занимается своим делом. При этом он приносит деньги в семью, естественно. Но, вот знаете, само отношение друг к другу, его нельзя назвать скандальным на сегодняшний день. Можно просто сказать, что люди мало общаются, интенсивность общения между ними достаточно низкая. Если разбирать конкретно их отношения и смотреть, насколько часто, например, у них бывает интим, какие-то подобные вещи, то да, это можно делать отдельным раскладом, что происходит у них, как дети влияют на то, что между ними происходит. Это можно рассматривать. Но в данном случае мы видим, что у них полная минимизация контакта. То есть они стараются разговаривать только по делу и только тогда соприкасаться, когда действительно что-то в жизни важное происходит и им нужно сообщать эту проблему какую-то решать. В общем, это такие определенные зеркальные отношения. Но мы также видим, что по всей видимости и жена не проявляет особой активности, что она тоже сейчас достаточно занята для того, чтобы постоянно выносить ему мозг. Поэтому сейчас вот именно нагрузка на нервную систему уменьшилась, так же, как уменьшилась и количество, и интенсивность общения. Следующий вопрос. Перспективы для вас в ближайшие 4 месяца. И мы видим, что между вами действительно могут быть встречи, и может быть дружба, и может быть общение как раз-таки в обозначенный период. И мы можем говорить о том, что вот именно ощущение доверительного чего-то, что было раньше, оно может восстанавливаться. Плюс ко всему может быть действительно определенный прилив чувств, когда вы поймете, что заново влюбляетесь, и человек тоже может действительно навстречу вам делать определенные шаги. Кстати, может случиться практически невероятно, и человек может сделать вам маленький презент, к чему он обычно был не склонен. Чем закончится, чем подытожиться все это в течение ближайших полугода. Но вы знаете, все равно у каждого из вас будет своя территория. То есть мы видим ситуацию, когда человек по отношению к вам все-таки будет себе на уме. Человек все-таки будет иметь свою жизнь, в которую он вас посвящать от и до целиком и полностью не будет. Но между вами могут возобновиться сексуальные отношения. Это ложится достаточно явно. Однако вот ощущение одиночества и того, что не реализовываются полностью какие-то мечты, оно будет присутствовать. Но в данном случае это просто та ситуация, которая соответствует тому, что происходит в вашей жизни. И соответственно приоритетам, как в вашей, так и в его жизни. Но в целом мы видим, да, что здесь может быть и ревность, и может быть восстановление сексуальных отношений в этот период времени. Но полного расставания как бы и полного прекращения отношений мы здесь абсолютно не видим. То есть общаться вы будете. И даже в ближайшее время ситуация с общением может налаживаться и улучшаться. Затем будут определенные провалы, но вот как раз-таки отношения определенного характера, интимные, могут вернуться. И совет карт вам. Карта говорит о том, что вам нужно понимать, что это те отношения, которые требуют к себе внимания и постоянной работы. Причем работы вот таким образом в этой колоде могут выпадать и магические. То есть возможно придется достаточно часто, как минимум это от 4 недель до 4 месяцев, делать промежутки и постоянно делать какие-то, скажем так, манипуляции, которые могли бы с него прямо или косвенно снимать негатив. Это как молитвы могут быть, так и определенные ритуалы. Самое главное не погружаться здесь в чернуху, потому что ложатся, вот видите, карты определенным образом, когда они говорят о том, что вы в быту должны работать на то, чтобы человек понимал свою ценность для вас и давать ему ощущение значимости. А если говорить о магии, то здесь может быть все, что связано с травами, с жидкостями. Единственное, что как жидкости нельзя использовать вино, а вот какую-то такую водичку заговоренную, которая может чистить и так далее, вы можете использовать и даже можете его этим угощать. Единственное, что только с той целью, чтобы это было на благо, потому что возможность здесь, скажем так, черных ритуалов, она перечеркнет все то, что может быть хорошего между вами и то, что между вами действительно существует. Вот это вот судьбоносное какое-то притяжение. В любом случае, я желаю, чтобы отношения и события развивались гармонично и так, чтобы это приносило участникам расклада благо. Я желаю всем удачи. До встречи. До свидания.